Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей. Сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. И первый стих этой главы. И пробыл ковчег Господень в области филистимской семь месяцев. На самом деле здесь стоит слово не область, а поле филистимское. И мы попытаемся понять, почему так. Государство филистимлян занимало прибрежную низменность Средиземного моря. Поэтому его территория здесь называется поле. Потому что низменность прибрежная, это были поля. Точно так же в книге Руфь, первая глава, первый стих, степи Моава называются поля мавицкие. Иосиф Лавий пишет, что в течение этих семи месяцев ковчег пребывал во всех пяти из центральных городах. И в каждом из них после его прибытия начинались несчастья, подобные описанным в предыдущей главе. То есть проблемы были в каждом городе, куда не перевозили бы ковчег. Но надо сразу сказать, что филистимляне все-таки пострадали меньше, чем, собственно говоря, евреи от неправильных действий по отношению к ковчегу. Но кто такие филистимляне? Они не знают закона Божия. Они согрешают вне закона. Они, конечно, наказаны, но со своих избранных Бог спрашивает значительно строже, чем с посторонних. И мы читаем второй стих. «И призвали филистимляне жрецов и прорицателей, жрецы — это их священники, прорицатели — это их маги, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним. Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Упомянутые здесь филистимляне на самом деле были их князьями. Только князья могут призывать жрецов, магов. Ведь только они могли созвать для совета вот этих авторитетных среди филистимлян людей. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «И Бог для спасения заблуждающихся с небольшим изменением допустил в служении себе то, что наблюдали язычники при служении демонам, чтобы понемногу, отвлекая от языческих привычек, возвести к высотам любомудрия». То есть Бог попустил, что язычники имеют своих священников, они имеют своих магов. А все это связано с тем, что Господь их приготовлял потихонечку, чтобы потом они обрели истинное священство, истинных наставников вере. Не случайно, что святые отцы говорили, что как для евреев закон был детоводителем ко Христу, так и для греков, эллинов детоводителем ко Христу была античная, собственно говоря, языческая философия. Златоуст продолжает. «Так поступил он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, чтобы потом удостоить высшего». А это значит, что волхвы увлекались чем? Астрологией. Но Господь и это использовал. Златоуст продолжает. «Побудившие их идти и руководствовавшие в пути, после того, как поставил пред яслями, наставляет их уже не через звезду, а через ангела, каким образом понемногу они восходили к Высшему». Ну, это такая древняя церковная экзегеза, что под видом звезды все-таки ангел путешествовал по небу. И Златоуст продолжает. «Подобно этому Бог поступил и с жителями Аскалона и Газы», то есть то, о чем мы читаем, «когда пять филистинских городов по прибытии к ним ковчега поражены были смертной язвой и не находили никаких средств к избавлению от постигшего их бедствия. Тогда созвавшие волхвов в общем собрании советовались, как освободиться от этой язвы, неспосылаемой от Бога». Волхвы присоветовали взять коров, которые не были еще под ермом, и принесли первых телят, запрячь под кивот и пустить от них идти, куда хотят, чтобы через то увидеть, от Бога ли это неспосанная язва или какая случайная болезнь. То есть в понимании Златоуста язычникам не верилось все-таки до самого последнего момента, что это действие Бога, каких-то потомков, какого-то Авраама, Исаака, Якова. Им казалось это очень странным, потому что они жили своим замкнутым миром, у них были свои эти языческие бога, и здесь они как бы видели защиту для себя. И вот собрали этих мудрецов, жрецов, прорицателей. Те сказали, «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнайте, за что не отступает от вас рука его». То есть логика этих людей в общем-то была правильная. Надо не просто отпустить ковчег, запряв в эту телегу, на которую возили ковчег коров, а какие-то дары положить в этот ковчег. Получается, что эти жрецы и маги дали ответ, ну, лишь на второй вопрос, а ответ на первый они не дали, так как еще не были уверены в том, что именно ковчег Завета является причиной постигшего их несчастья. То есть от них ждали, прежде всего, ответ на вопрос, это действительно от бога евреев, а они вот как бы говорят, как надо поступить, но не готовы еще признать, что это связано с богом еврейского народа. «И сказали они, то есть вот эти владетельные князья приштим, филистимлян, какую жертву повинности должны мы принести ему? Те сказали, по числу владетелей, то есть князей, сарим, филистимских, пять наростов золотых и пять мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших». Что значит «одна на всех вас и на владетелях». Так эти мыши кусали и князей, сарим, плиштим, филистимлян и обычных людей. Вот здесь мы видим, как бы связаны вот эти наросты с этими мышами. А почему именно золотые наросты, тхорим, по-еврейски наросты, тхорим, и мыши должны были составить сопровождающий ковчег покаянную жертву? Здесь как бы большое значение придаётся такому понятию, как мера за меру. Мера за меру. Да, вот мы наказаны через укусы мышей, вот эти наросты, лишаи, короста, но они вот хотят как бы компенсировать то, что они неправильно поступили. И далее, пятый стих. Итак, сделайте извояние наростов ваших и извояние мышей ваших, опустошающих землю, то есть мыши распространяли эту болезнь, а люди вымирали, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву, то есть уже конкретно говорится о том, что это всё проистекает от Бога Израилева. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над Богами вашими и над землёй вашей. То есть они все в полной такой вот как бы растерянности пребывают, потому что они устали от этих недугов и кончается очень трагично. земля стала почти пустой, потому что многие умерли. Фраза «над землёю вашей» означает «и с народа вашего». То есть под землёй понимали как бы черн. Черн — это простые люди, по-славянски черн, то есть люди земли. В юридской традиции это «эмха-гарец» — люди земли. И Кассидор Сенатор это утолкование на псалмы пишет, «В первой книге царств мы прочтём, что урон, причинённый священному ковчегу, напомню, в ковчеге были скрижали Моисеева закона, расцветший жезл ааронов, а сейчас туда вот хотят положить золотые наросты и золотых мышей. В первой книге царств мы прочтём, что за урон, причинённый священному ковчегу Господню иноплеменников, постигла кара их в их тылах, как в псалтыре сказано, 77-66, и поразил врагов его в тыл. «Да так, что их заживо грызли отвратительные мыши». Мыши, как взбесившиеся, эти трусливые существа, бросались, прыгали на этих филистимлян. «Вечному сраму предал их». Здесь Кассидор ссылку даёт на опять то же самое место из псалтыри. «Ибо никто другой не был наказан подобно им». То есть мы не знаем таких случаев, что какие-то взбесившиеся мыши прыгали на людей, кусали бы их в такое место, и потом начинались такие болезни и смерть. Тотальное уничтожение. Это исключительный случай, потому что исключительное богохульство. И то, что безбожный режим в нашей стране рухнул под собственной тяжестью, никто не нападал на нас, ни американцы, ни французы. Это тоже гнев Божий за разрушенные храмы, за расстрелянных священников, на этот режим этих красных плештим, этих красных филистимлян. «Такая кара постигнет и грешников в грядущей жизни. Им не будет отпущения в долгах, и будут страдать они, как снедаемые мышами, когда окружат их войско дьявола». То есть, когда грешники окажутся в аду, там вот эти бесы их окружат и будут вечно мучить. И шестой стих. «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли». Мы здесь видим, что эти жрецы и маги, они знали о событиях исхода из Египта. Кстати, друзья, я рекомендую, когда вы слушаете наши лекции, держите перед собой текст, который мы изучаем, и по тексту следите. Таким образом, ваше восприятие тех материалов, которые мы изучаем, будет более глубокое. Святитель Азатауст пишет, «Так и жители Аскалона и прочих городов, когда взяли ковчег завета и, будучи поражены, увещевали своих сограждан не враждовать и не сопротивляться, то наряду с другими чудесами представляли и вышеуказанные, говорят, для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон. Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили народ его и те пошли. Говорили же они так, потому что, по их мнению, и это дело Божие, не менее других, открыто совершившееся знамение, доказывало силу и величие Божье. И вот далее Златоуст очень интересно восклицает о благомыслии язычников, он хвалит этих жрецов и магов, хоть они додумались, что надо совершить покаянные жертвы. Пусть эти слова иноплеменников пристыдят любителей противоречить. Не сказали иноплеменники не будем ожесточать сердец своих, как ожесточил Бог сердце фараона. Самому фараону они предписали бесчувственность. Зачем нам ожесточать свои сердца? То есть они ведут вину в собственном ожесточении. Как ожесточил свое сердце фараон? Действительно в Писании, в Пятикнижии сказано в книге Исход, что Господь ожесточил сердце фараона. Но перед этим несколько раз говорится фараон ожесточил свое сердце, фараон ожесточил свое сердце, фараон ожесточил свое сердце. А потом уже, когда фараон сделал окончательный выбор, сказано Господь ожесточил его сердце. То есть Господь действует как? Если ты не уклоняешься, ладно, иди до конца. Но в конце плач и скрежет зубов в аду. Златоуст восклицает, разве не отпустили египтяне народ израильский, когда Бог поругался им? Будем же просить Бога о милости. И мы читаем 7 стих. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, это наставление вот этих жрецов и магов, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ерма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. Что это значит? Корова всегда будет идти к теленку, которая мычит. А тут коровам предоставят возможность двигаться в том направлении, куда они захотят. Конечно, они захотят вернуться к телятам, но двигаться они будут в сторону земли евреев. Будут мычать эти коровы, крутить головами, но двигаться туда, куда ангелы божьи их будут двигать. Златоуст пишет, если коровы, говорили они, как не привыкшие к ерму, разобьют его или воротятся к телятам, то будет значить, что язва произошла по случаю, то есть случайно. Если же пойдут прямо, мычание телят не произведет на них никакого действия, и они не собьются с дороги, им незнакомой, то будет явно, что рука Божия коснулась этих городов. Вот так резюмирует святитель Иоанн Златоуст вот эти события. И далее. И возьмите ковчег Господин и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, то есть уже не коровы, а ковчег пойдет, к в эвсамису, то он великое себе зло сделал нам, то есть ковчег сделал зло. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. То есть суеверие в этих людях было настолько сильное, что они до конца не могут поверить, что бог какого-то маленького народа, бывших рабов египтян, на них смотрели как на мышей, как на беглых рабов, что он, этот бог, столь могучий. И сделали они так, и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов, потом эти предметы золотые, они будут переложены в сам ковчег, и пошли коровы прямо по дороге к Вэф Самису, одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево, владетели же филистимские, то есть князья, следовали за ними до пределов Вэф Самиса, жители Вэф Самиса, то есть уже израильтяне, жали тогда пшеницу в долине и взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его, потому что для них это была гибель, они потеряли самую великую святыню, и мы помним, когда Ильи, первосвященник, услышал, что ковчег взят филистимлянами, он рухнул сразу с крыши, где он сидел, на землю и разбился и умер. Жители Вэф Самиса сжали тогда пшеницу в долине и взглянув, увидели ковчег Господен. То есть в каком случае мы можем увидеть святыню, если будем жать пшеницу, а жатва пшеницы это проповедь Слово Божие, и когда мы проповедуем, Господь откроет нам свои святыни. И обрадовались, что увидели его, колесница же пришла на поле Иисуса в вес Самитянина и остановилась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, это жители Вевсамиса, а филистимляне и князья стоят, смотрят, но не пересекают границу. И остановилась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров привезли во всесожжение Господу. То есть евреи очень обрадовались, что святыня вернулась таким чудесным образом, запрягают коров. В каком случае коров вообще не запрягают, а тут коровы точно принесли эту святыню еврейского народа к ним самим. Поэтому сразу совершается жертвоприношение перед этим ковчегом, который поставлен на камне. И давайте посмотрим, что может означать этот камень. Иустин философ, это его трактат «Диалог с иудеем Трифоном», он пишет «Об одном из этих чудес я считаю нужным теперь упомянуть, что оно ведет к тому, чтобы из него вы познали Иисуса, которого мы признаем Христом, то есть Мессией, Сыном Божьим, который был распят, воскрес, взошел на небеса и опять придет судить всех вообще людей, начиная с Адама. Итак, знайте, говорил я, что когда враги Азотяне похитили Скинию свидетельство и были поражены страшной неизлечимой язвой, то решили возложить ее на колесницу запряженную недавно отелившимися коровами, пытаясь узнать, божьей ли силой они были поражены за Скинию и угодно ли Богу, чтобы она была возвращена туда, откуда взята. И когда они сделали это, то коровы никем не ведомые пришли не на то место, откуда была похищена Скиния, но на поле одного мужа, называемого Авсием. А ведь похищен ковчег был на поле боя, и здесь возвращается он уже в другое место. Называемое Авсием одноименного с тем мужем, который был переименован именем Иисус, как сказано, выше, и который ввел народ в землю и разделил ее между ними. Это указание на Иисуса на вина, который ввел Господние войны. Когда коровы пришли на это место, то остановились, тем самым вам, показывая, то есть вам, иудеям, что они были руководимы могущественным именем, имя Иисуса, это спасение от Бога, подобно тому, как прежде народ, оставшийся от вышедших из Египта, был ведом в землю тем, кто получил имя Иисуса, а прежде этого назывался Овсием. Конец цитаты. То есть для Юстина, философа, камень, на котором ставят святыню, камень — это Христос, он краеугольный камень, и действие это было нечестивых филистимлян против Христа. Христос — это божественный логос, Богослово, и Христос из древней говорил в пророках, и всякий раз, когда Бог собеседовал с еврейскими пророками, с еврейским народом, Он собеседовал в божественном логосе своего Сына, и это очевидная реальность. И далее мы читаем, левиты сняли ковчег Господа и ящик бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне жители же Вивсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. Вот жители этой местности действуют правильно, они пригласили левитов, которые этот ковчег поставили на это место. И народ заколает жертву Господу опять руками левитов и опять далее мы читаем о филистимлянах и пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акарон. То есть длительное время эти владетели филистимских смотрели на все эти действия пока там за левитами послали пока те пришли потом жертв приношения стали приносить потому что для них было важно убедиться что все как бы эта проблема решена. Золотые эти наросты которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу были один за азот один за газу один за скалон один за гев один за акарон то есть пять городов приносят пять жертв этих наростов а золотые мыши были по числу всех городов филистимлинских пяти владителей от городов укрепленных и до открытых сел до большого камня на котором поставили ковчег господа и который находится до сего дня на поле Иисуса фесамитянина то есть пророк божий Самуил который написал эту книгу он пишет что вот до сего дня ковчег там а мы знаем что потом Давид будет переносить ковчег это значит текст был написан тогда когда ковчег там оставался и поразил он господь жителей Вевсамиса то есть уже евреев поразил господь за то что они заглядывали в ковчег господа и убил из народа 50 тысяч 70 человек 50 тысяч 70 человек казалось бы народ все сделал правильно они не касались ковчега они пригласили левитов но они проявляли любопытство и пытались посмотреть а что там в этом ковчеге когда левиты там могли эти наросты осматривать этих золотых мышей это все равно что кто-то будет заглядывать в алтарь не имея на это права вот я хочу посмотреть что-то происходит как это происходит но на самом деле господь убил не 50 тысяч 70 человек дословно это звучит так 70 человек 50 тысяч человек сейчас мы увидим о чем это и заплакал народ ибо поразил господь народ поражением великим прежде всего следует заметить что численность населения фефсамиса бейт шемеша в то время была конечно же гораздо ниже 50 тысяч человек такого невозможно представить так что указанные здесь 50 тысяч в любом случае к жителям фефсамиса бейт шемеша они не могут иметь отношения они не относятся 70 указывает на число погибших жителей бейт шемеша а 50 тысяч на тех кто погибли из-за ковчега в общей сложности включая погибших филистимлян слово элеф означает не тысячи а семья как иногда бывает в Ветхом Завете например судей 6.15 в соответствии с этим смысл этой фразы состоит в том что в этом в эфсамисе тогда проживали 50 семей из которых умершие 70 поэтому надо правильно читать и заглядывать в оригинальный текст чтобы понять 50 тысяч человек не могли погибнуть их там не было речь идет о 70 людях которые велись богохульно они из 50 семейств и 20 стих и сказали жители в эфсамисе кто может стоять перед господом всем святым богом и кому он пойдет от нас то есть они уж они в недоумении филистимляне боялись этот ковчег теперь страх испытывают жители в эфсамисе феодорит киевский пишет почему бог по возвращении кивота ковчега наказал народ еврейский ясно показала сия история ибо говорит не порадовавшись а сынови и хониевы в мужех в эфсамских яка витиша кивот господин и уби из них 70 мужей и 50 тысяч мужей от народа славянский текст немножко ближе к оригиналу сыны и хонины продолжает феодорит кирский как настойчивые и служащие идолам были недовольны увидев кивот и весьма справедливо принести наказание народ же наказан был за то что не хотел вдаться в опасность ради кивота седьм месяцев оставляя его у иноплеменников и не предприняв за него войны посему владыка бог показав что не имеет нужды в их споборничестве показав так же какое чествование воздано ему злочестивыми иноплеменниками наказал израильтян как более злочестивых нежели иноплеменники потому что нету закона нету преступления эти иноплеменники язычники они вообще не понимали что такое ковчег божий а эти понимали эти знали они же пригласили левитов а проявляли нескромное любопытство и за это были наказаны и последний стих сегодняшней главы и послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать филистимляне возвратили ковчег Господа придите возьмите его к себе то есть они поняли опасность такой святыни в их стане и пусть другие возьмут чтобы он перемещался может быть поближе к Селому может быть это имели они тогда ввиду откуда его и взяли израильтяне на войну когда ковчег был захвачен неистовством Голиафа как учат предания мавитянина Голиафа и филистимского войска